Зрители, это новый выпуск по Клэша Яль, я нахожусь на основе, и я знал, что уже закончилось испытание, я даже не пытался его вчера на стриме проходить, и как-то даже было впадло написать кому-то, чтобы мне его прошли. И вы знаете, как было приятно, когда я захожу, а здесь вот так вот, я сразу не до понимания, что происходит, как, я же не заказывал ни у кого буст. А как оказалось, такеринка с моего аккаунта еще давно не вышел, и решил мне пройти, даже не спрашивал у меня. Естественно, за буст он получит, да, вознаграждение, спасибо, ему огромное, потому что я уже думал, плакали эти 160 тысяч золота, но это круто, когда ты не просил, а получил 160 тысяч золота, это реально, спасибо тебе, Дим, я не буду показывать повторы, потому что кому они нужны, когда уже испытание закончилось. Давайте заберем, 162к, и откроем сундук. Кстати, вот только что, прямо сейчас, я открывал магический сундук с квестов, и мне выпало там лего, и в этот же момент Дима входил в мой аккаунт, чтобы выйти, выйти с моего аккаунта, и он выбил в тот момент, когда я увидел лего. Как же меня бомбило, как же меня бомбило, потому что я хотел, конечно, на видос такие моменты, я так и не узнал, какая лего выпала, но точно выпала не та лего, которая мне нужна. Ну, то есть, не ночная ведьма, не шахтер, либо спарки, либо выпала там лава какая-то, либо мега-рыцарь, короче, не знаю. 162 тысячи золота, отлично, спасибо, огромное, в общем, чем он здесь прошел, давайте хоть посмотрим. Так, это, это что, это, это что, это глобал? А, это глобал я играл, не, стоп, это глобал, это глобал, он что, мне кубки апнул? Ну, нет, кубки, ааа, я же договаривался с ним, чтобы кубки он мне не апал, если в глобале хочешь играть, то то, что ты апнул, слей обратно, вот он так и сделал. Чем он испытание прошел, мне интересно, ага, вот, х3, голем, тремушкетера, пламенный, ведьма, блин, ну вообще интересно посмотреть, но думаю, это уже неуместно. Предлагаю ребят зарубиться в глобале, потому что в скором времени, в ближайшие стримы, я буду апать основу, будем 4900, потом 5200, 5500, в конце сезона 5500 сегодня, ой, сегодня, в этом сезоне я хочу сделать. Поддержите меня лайкосиком, подписочка на канал, колокольчик там, бринь-бринь нажимайте и приходите на стримы, все, пацаны, смотрите, какую колоду я сделал. Я недавно прокачал фриз, и вот я такую вот деку нашел, классную, поехали выносить. Я, честно, в последнее время очень полюбил свой основной аккаунт, потому что вот так вот играешь и не осознаешь, что у тебя фулл прокачка, как-то, ну, как будто так и должно быть. А вот я так смотрю, просто вот играю на твинке, так, думаю, блин, не хватает прокачки, надо там задонатить, и захожу на основу, и такой, блин, охренеть, эпики, леги, все, просто, все максимум, играй любой колодой. Почему-то, Киринка, очень рад, что я ему там разрешаю иногда в глобале покатать, потому что, ну блин, фуловый аккаунт, это же интересно. Так, пока я тут, короче, как всегда что-то рассуждаю, мне не сильно приятно то, что против меня играет Пека. Я думаю, по понятным причинам, да? Так, ну давай, давай, плоди, плоди, скелетиков, плоди, 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 скелетиков. Ох, спасибо, что ведьму подтянул, хотя нет. Но, это не сильно страшно, потому что у меня есть кладбище, основа у меня не только гигант, я могу и кладбищем зайти с фризом, да, он этого может не ожидать, и, скорее всего, он не ожидает этого. Вот, ну что ж, кстати, ребят, я еще планирую, если успею, конечно, ролик на Твинке записать, я там хочу, короче, дофармить гиганта на уровень выше, вот, открывать сундуки фортуны, ну и подняться по кубкам. Если поддержите, 5к лайков соберем, я обязательно видосик сегодня запилю. Эээ, так, 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 давайте стрелы кинем, потому что, ну, оу, 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 печаль. Лучше бы я дефался. Камон, чё это, два принца, что ли, с Бекой? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вышку теряю, да? Да, вышку теряю. А, нет, смотрите, не потерял вышку. Повезло. Но, 146 хп, как бы, как бы, сами понимаете. Я задеваю тот сборщик? Да, отлично. Окей. Пека, значит, против меня, да? Понеслась. Я не хочу давать ему просто так башню, пускай... Сука. Это фейл, пацаны. Короче, знаете, как надо сделать? Бля, просто, смотрите, мини-пека. Пека. Принц. Ну, с ума сойти, что, что это такое? Как это, как это называется, просто? Скажите мне, как это называть? Как это назвать? Так, ладно. Давайте гигантом отвлекать. Как бы его выиграть? Тоже вопрос. Неплохой, да? Так. О, вот сейчас он, короче, много чего подкинул. В принципе, можно с кладбищем будет зайти и этим. Ай-яй-яй. Ну, почему он забрал мою... Мою эту? Так. Давай, хоть один скелетик появись, чтобы дровосек выжил. А, ладно. Я понял. Фриз. Фриз. Блин, ну, конечно, главное здание атакует, это жопа. Когда здание активировано, главное. 49 секунд. Как мне задефаться? Вот первая же каточка и сразу контра. Ну, только убедите меня в обратном, что это не контра. Ну, вот как это не контра? Не, хотя стоп. Может быть и не контра. У меня ведь кладбище, правильно? У меня не только гигант. Ну, гиганта, бля... Просто, бля... Контра! Контра! Сто процентов контра. Но! Я знаю, где я затупил. Когда я выбросил фриз. Если бы я фриз не выбросил, я бы задефался. Ребят, пека, мини-пека и принц не контра гиганту. Да, я думаю, не будет никто спорить. Хотя, может быть. В нем, я могу быть неправ. Я часто ошибаюсь, и если кто-то меня убедит, что это не контра. Ладно, какая разница вообще? Контра, не контра. Ну, все равно, если бы не было кладбища, стопроцентного контра. С кладбищем вопрос спорный. Кладбище фриз, в принципе, изи забрать башню. Ну, когда уже главная вышка тоже атакует. Как-то... Да ты шо? Да ты что издеваешься? Ну, мне повезло, что соперник немножко... Ну, дурачок. Так как пеку выбросил, короче. Ну, бля... Да что ж... Так, пацаны, окей. Я собрался. Все, сейчас затащим. Сейчас затащим. Готовим стрелы. Армия скелетов, да? В основном у таких игроков, как вот он, бывает армия скелетов. Но... Нету. Не дефает. Значит, нету. Окей. А что если... А что если... Оп. А что если, да? Как я его подловил-то, а? Серьезно. Фриз? Ой. Фаер. Нормально. А че? Мне нравится. Ну что, осталось... Давайте стрелы. Оп. Ну что, 542 хп я, естественно, добиваю. Вообще на езях. Значит, что мы делаем? Нам надо сейчас 10 эликсира ровно. Выбрасываем гиганта и забрасываем кладбище. Он мне дефается. Я думаю. Ну, вряд ли. Он, может, конечно, будет дефаться, но он не успеет. Ну, поехали. Тем более, у меня еще этот есть. Фриз, фаер. Хотя, это тоже контра мне, блин. Пека, принц. Ух, и глобал. Прям, прям подшутить надо мной решил. Хотя, это ни хрена не смешно, на самом деле. Реально. Почему мне Пека подбирается? Ладно. Поехали. Последний бой. Сейчас все быстренько выношу нормального соперника. Надеюсь, блин, хок будет какой-то. Я не знаю. Лава. Колем. Тоже гигант, к примеру, арбалет, мартира. Ну, сколько же прекрасных колод в этой игре. Ну, только не Пека. Вот, прошу. Только не Пека. О, ура. Это не контра. Но это не факт, что я не проиграю. То есть, если соперник будет объективно лучше играть, естественно. Просто, ну, так интересно играть, когда не контра. А когда просто тебя контрит. Так, фаербол. Гигант три с пола. Я тебя понял. Так, поехали. Миньончики. Сюда стрелы. Брэнь. Отлично. Гигант три с пола. Как, как играть? Как играть? Как бы его правильно. Так, у него мини Пека, мега муха, мушкетер. Должен быть ледяной дух. Фаербол, зап, стрелы, либо бревно. Вот такая вот унидека. Хорошая колода. Но он будет хорошо дефать гиганта, но он не будет ожидать кладбища. Это я на сюрприз ему оставлю. На десерт, на десерт, точнее. Так. Ладненько. Поехали. Ведьма. Скорее всего, фаербол должен прилететь. Так будет логичнее. Потому что фаербол там за обстрел, он должен эту ведьму убрать. Она ему будет сейчас мешать очень сильно. Но нет. Он пока ее не убирает. И нам это на руку. Вот сейчас должен фаер, потому что фаер, скорее всего, добьет ведьму. Но фаера нету, либо эликсира у него нету. А вы же понимаете, что мой гигант хоть и сдох, но я сейчас могу продолжить атаку. Так, смотрите. Смотрите. Кладбище. Ай, блин. Знаете, что обидно? Что ведьму потерял? Вот. И сейчас фризовать тоже смысла особо нету. Короче, мне кажется, с кладбищем я погорячился. Он сейчас гиганта подкинет. Фааак. А я реально погорячился. Ладно, фаербол. Так. Стрелы. Эть-этть-этть-этть-этть. Отлично. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, окей. Но он теперь знает, что у меня кладбище. Вот против него интересно играть. Вот как-то тут хочется сейчас обыграть, как-то подумать. Ну, против Пеки как-то, как-то не очень было Так, надеюсь, что мушкетер сагрится на гигант Так, хрен там был Ладно, зато продлим жизнь дровосеку Так, отлично Ну и сейчас коронный Да ну фак, ну камон Пека мешает, мини-пека Так, сейчас давай-давай-давай-давай, мушкетка И оптич, хорошо Хорошо-хорошо-хорошо, пошла-пошла жара Но он тоже, скорее всего, вышку заберет 300 хп, у него 3 спыла, друзья Мои 385 хп, бревно О, он бревно слил только что Ну фаер один не добьет Зап тоже не добьет Так А бревно он только что слил Ха, повезло, вот как-то так В общем, друзья, если вам нравится глобал Если вам нравятся онлайн-каточки на основе Пишите, какими колодами играть Потому что я могу взять абсолютно любую деку Ну вот как я с ней, конечно, сыграю, это уже совершенно другой вопрос Спасибо вам за просмотр, спасибо вам за внимание Спасибо Диме, что сделал такой вот бонус Хотя я никого не просил, никого не заказывал Да и, в принципе, мне не стыдно, что там кто-то бустил мне Потому что вы сами знаете, что испытания я за здрасте, за радость даже, чтобы мне проходили Просто не все хотят это делать бескорыстно Вот, ну я Диме все равно Он получит денежное вознаграждение То есть я оплачу ему за буст Потому что, ну, я не ожидал Спасибо ему огромное 160 тысяч золота на дороге не валяются Всем остальным А почему всем остальным? Всем, всем желаю Удачи, добра И Чтобы еще такого пожелать, что никогда не жил Короче, не болейте, друзья, давайте будем прощаться А то я люблю поболтать Скоро увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok